Добрый день! Моя аудитория в основном больше мужская. Но я и не удивляюсь, потому что я всю жизнь работала в мужском коллективе. Мало женщин, много мужчин. Я готова общаться с мужским коллективом аудитории. Но и женщин 38% у меня. Я посмотрела в аналитике. Если вам не трудно, пожалуйста, подпишитесь. Вы меня смотрите неподписанные. Я же вижу, мне же всё Ютуб показывает. Ну, если вы не хотите подписываться, не хотите ставить лайки, ну, поставьте дизлайк, ну, какие-то укажите мне на мои ошибки, на какие-то мои недочёты. Я-то буду всё принимать и буду исправлять. Мне тут в ТикТоке написали два раза. Предложили мне работать корновщика от 50 до 80 тысяч рублей заработок. Я бы поехала, но я не могу в силу семейных обстоятельств. У меня же отец парализованный, лежачий. Я же не могу поехать. Я бы поехала, я не боюсь ни перемен. Я бы уже привыкла, уже всё объехала. Что можно было, все рудники, ГОКи, железную дорогу и завод. И даже в области была там, когда у нас рудник замораживали, консервировали. И поэтому у меня как-то нет такого чувства, что со мной что-то плохое будет. Но я же всё равно должна сама о себе беспокоиться. Кто кроме меня обо мне ещё позаботится? Только я сама. У меня такой девиз. Усилять то, в чём ты сильна. Ну, я ещё не сильна здесь, в этом интернете, в этом ютубе и в этих всяких нюансах. Ну, поддержите меня, прошу. Вы же нормальные, благоразумные люди. Это ж моя работа. Я ж устроилась сюда как бы на работу, чтобы поучиться, постажироваться, поработать. Получится, не получится. Ну, я думаю, научусь. Если вы мне поможете, подпишитесь и поставьте лайки, напишите отзывы, критику. Я понимаю, что меня многие знают, могут написать мне. Я готова к такому, что пишут, что я тут неправду говорю. Я говорю всю правду. Ну, конечно, показываю только, может быть, один палец из всей руки. Прошу вас, подпишите. Я прощаюсь. До свидания. Пока.